Здравствуйте! Это программа Автоэкспертиза. Я всех поздравляю с наступившим учебным годом новым. И мы сегодня тоже подстать вот этому событию, подобрали тему, которая наверняка заинтересует, ну если не всех, то очень многих. Сегодня у нас, ну просто-таки почетная миссия, мы постараемся найти из всего китайского автопрома самый замечательный автомобиль, ну который не стыдно купить, который не стыдно назвать автомобилем. И если я где-то утрирую или вот просто откровенно говоря издеваюсь над китайским автопромом, то мои гости не дадут мне совершенно так вот беспардонно вести себя в этой оболбости. Поэтому они это точно вам скажут, есть ли среди китайского автопрома марка или модель, которую не стыдно назвать современным автомобилем. Итак, у нас сегодня в гостях Евгений Межов, эксперт по китайскому автопрому. Евгений, здрасте. Добрый вечер. Павел Носов, обозреватель газеты Автобизнес Рью. О, журнал Автобизнес Рью. Да. Вот сегодня эти замечательные люди будут вам рассказывать, что такое китайский автопром сегодня и главное, есть ли среди них вот та самая заветная машина, на которую не жалко потратить деньги. Ну потому что вы знаете, да? Откройте интернет, любой форум по китайскому автомобилю и там стоит только просто вот вброс какой-то легкий сделать, да все ваши тачки, тире и все. Разорвут же просто, там будет столько сразу этих вот веток, подветок и так далее. И это вот пока батарейка не кончится в ноутбуке, вы будете это все читать. Поэтому сегодня вот эти эксперты вам и ответят, что к чему и почему. Для затравчика мы приготовили небольшой сюжет, но и по условиям нашей программы, которая, так сказать, немножко приоткроет завесу тайны, что такое китайский автопром на сегодня, кто там в лидерах. Но я сразу сказал, что у нас цифры несколько поменялись, я их вот списал, последние данные, после сюжета я их озвучу. Ну и все, вперед. Да, кстати, если вы счастливый владельец китайского автомобиля, вы напишите нам или позвоните. 617-95-55, префикс 495 и смс-портал для России 5577, для Казахстана 4444. Есть в Казахстане китайские машины? Есть. О, Евгений сказал, что есть. Добро пожаловать в Казахстан тоже. И напишите кратко там, допустим, эксплуатирую там марку, модель, но не просто там, что вот я ее люблю и все, этого мало. Вы напишите там кратко ее, в самые такие превосходные степени, потому что она там не ломается, потому что она там работает, или там вот, несмотря ни на что, вот у нее лучше, чем у всех остальных там работают, я не знаю, кондиционер. Ну, к слову, или полный привод, или что-то еще. То есть должна быть какая-то характеристика автомобиля. Мы здесь вместе в конце программы попробуем сделать некий такой хит-парад народный, народных предпочтений, что же, собственно, вы выбираете сами кровными деньгами, голосуете за китайский автопром, какая модель сегодня в лидерах будет. Все, давайте смотрим вводный сюжет, а потом будем разбираться. Продажи легковых автомобилей китайских брендов выросли на 30,5% по итогам первого квартала 2013 года по сравнению с тем же периодом 2012 года. Совокупная доля китайцев в структуре рынка по стране впервые перешагнула порог в 3%. Наибольшей популярностью среди китайских брендов в России пользуются автомобили Great Wall, LeFan, Cherry и J.Li. Но, несмотря на то, что наши соотечественники стали чаще появляться в салонах дилеров китайских брендов, в целом по стране отношение к автомобилям, произведенным в Поднебесной, очень прохладное. На то есть веские причины. Отсутствие широкой дилерской сети, надежность автомобилей и их ликвидность на вторичном рынке. Но, несмотря на это, стенды популярных китайских брендов на международных автосалонах пестрят разноцветными новинками, которые по качеству отделки и по технологии производства недалеко ушли от современных европейских производителей. Правда, все презентованные новинки не сразу попадают в шоурумы российских дилеров. Для начала китайские заводы, работая в три смены, пытаются насытить свой огромный рынок. И поэтому до экспорта новые модели доходят не сразу. А с учетом того, что китайцы очень быстро учатся и хорошо перенимают опыт западных конкурентов, появление новых моделей происходит регулярно. И из-за потребностей своего рынка наши соотечественники не видят того прогресса, которого китайцам удается достичь за короткие стройки. Но сейчас строится много заводов, как на территории Поднебесной, так и за ее пределами. Так что ситуация в одночасье может измениться. И в нашу страну хлынут свежие китайские модели, которые, безусловно, отхватят свой кусочек рынка. Ну, а теперь, чтобы так сказать завершить, вот те самые свежие цифры. Значит, у нас по продажам с января по июле этого года, 13-го, свежие данных я нашел. Значит, на 25-м месте «Джели», 14 474 автомобиля продано. На 26-м месте «Лифан», 14 083 автомобиля. На 27-м месте «Грейт Волл», 12 122 машины. И 28-е место «Черри», 11 525. Вот они, кстати, так кучно легли по данным АИБ. Это случайно или нет? Я думаю, что это не совсем случайно, потому что «Черри», «Лифан» и «Джели», они, в общем-то, являются прямыми конкурентами на российском рынке. Единственное, «Грейт Волл» стоит немножко особняком, потому что его продажи сформированы, по сути, продажами внедорожника «Ховер». А надо понимать, что у того же «Джели» на сегодня внедорожника нет. У «Лифана» он появился совсем недавно. У «Черри», «Черри Тига» тоже, ну, весьма условный внедорожник. Это все-таки городской кроссовер. Я думаю, что отчасти эти цифры продиктованы емкостью рынка и готовностью некой доли российских потребителей покупать китайские автомобили. Тем более, что для большинства все китайские автомобили одинаковые. То есть потребители воспринимают их как китайцы. На сегодня узнаваемость бренда настолько низкая, что разница между «Джели» или «Фаном» и «Черри» для российского потребителя минимальна. То есть это некий усредненный объем покупателей китайских автомобилей. Во многом поэтому эти цифры близки, на мой взгляд. Павел, то вам вопрос. Вот они так кучкой легли из 25 по 28 место. Ну, не самое плохое. Я сейчас, наверное, думал, они будут вообще там в третьей десятке. Хотя в третьей десятке, с предвести ради, там грузовички. Возвозные, вот эти «Дабл-Отру-Тон» и больше, и свыше. «Грэйтфон», «Лифан», «Черри», что у нас еще? «Джели». «Джели». Вот четыре марки. Из этих четырех марок, ну, во-первых, кто отвалился за это время, сколько они у нас присутствуют на рынке, и из этих четырех брендов, кто вам наиболее симпатичен, Павел? Знаете, я скажу так. Вот есть четыре бренда, они как-то сейчас распределили места. Но если мы посмотрим рынок исторически, да, что было в предыдущие годы, то мы видим, что эти места и, более того, даже некоторые бренды меняются хаотически. То есть тот, кто вчера был в лидерах, сегодня упал. Тот, кто вчера вообще не был никому известен, сегодня выбился в лидеры. И связано это, прежде всего, с не очень предсказуемой политикой, скажем так, китайских партнеров. И не совсем понятна ситуация со сборкой, с налогами, с вот всеми этими вещами. Поэтому, с моей точки зрения, преимущество есть у Great Walls, с той точки зрения, что хотя бы более-менее понятный партнер в лице Рито, у которого есть там какая-то долгосрочная история. Понятно, чего он хочет сам здесь, правильно? Понятно, чего он хочет здесь, и как бы он рискует своей репутацией. Он уже не первый день на рынке, он пережил один кризис. И с этой стороны, наверное, не так страшно довериться ему. Что касается остальных, то это очень молодые, с точки зрения истории марки у них. То там у Джили был роль дистрибьютор, да, у Автомира когда-то продавал, поставил в Россию лифаны, потому что потом они ушли отсюда, там дистрибьюторы свои появились. То есть нет долгосрочной, понятной политики. Далее сборка на Дервейсе тоже, как бы она сейчас есть. Модельный ряд, насколько я понял, может меняться в этом заводе. То есть сегодня не собирают это завтра. То есть из этой четверки, значит, более-менее гравитвол. С моей точки зрения, да. По крайней мере, это понятно. Значит, сейчас узнаем, что думают эти зрители. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Да. Меня Александр зовут из Москвы, я вам звоню. Я хочу поделиться опытом эксплуатации китайского автомобиля. Правда, вы о нем сейчас не говорили, в прямом эфире. Какой? Есть такая фирма замечательная, FAS. Да, в 2008 году я купил себе FAS Vita. Это машина создана на базе Яриста. Ну, вы знаете, я вот, честно говоря, до сих пор с теплотой вспоминаю этот автомобиль. Проехал на нем 70 тысяч. И единственное, из поломок была там взамен по гарантии то вала рулевого. Люкс там был небольшой, подстукил. Все. Обслуживался она на станции Гольфа. Достаточно серьезные ребята там участвовали в этом процессе. И как бы, вот, честно говоря, потом, через три года после того, как продал ее, жене подбирал мотив и очень жалел, что ее продал. На самом деле, очень качественные машины. Я не знаю, почему они... Я понял. Прошу прощения, Маня Хребачка, что вы купили взамен? Я взамен купил, но если потом взял Фанату, ну, больше просто машину уже взял. А, вот что. Ну, все равно. То есть вы от китайцев отошли, так или иначе. Спасибо огромное. Вот два слова, значит, да. И тут 70 тысяч километров. С другой стороны, я вспоминаю самую христианский историю про греческого таксиста. Дедушка ездил на 116 Мерседес. Ну, вы должны помнить эту машину. Он 4 миллиона километров на ней проехал. Ну, так, естественно, ты вот и делал. Не бросал что-то. Вот это пробег. 70 тысяч, ну, при всем моем уважении, хотя, ну, если за 70 тысяч ничего не отвалилось, она вас радовала, ну, тут-то как бы вы не зря потратите эти деньги. В связи с этим, в связи с этим, Евгений, тогда вопрос к вам. Со времен правительства Германа Грефа. И вот по самой, по самой, вот буквально после, значит, вчера, не давала наш кабинет министров зеленого света на постройку этих автомобилей здесь. Отвертка была в Барнауле, там вот позднее в Жгжеле, где-то еще там дособирали как-то практически в Новосибирске. Был маленький заводик досборочный. Ну, вот так, чтобы по-взрослому сварка, краска кузовов. Вот то, что происходит в Черкесске, о чем начал Павел, да, вот что немножечко происходит теперь в Белоруссии. И вот так дальше, и так далее. Ну, если так, как бы они вот здорово так вот развиваются, и мы всего того, что они достигли, не видим, а у них теперь и вариаторы, и коробки автомат, и бог знает, чего только сейчас нет современных, ну, чего же не дать-то им тут поле у нас, ну, и устроить им здоровье. Я думаю, что ситуация изменилась с тех времен, о которых вы говорили. Это был период 2007-2008-2009 год, 10-й, может быть, год, когда, в общем-то, китайцев, надо сказать прямо, ну, гнобили в средствах массовой информации, особенно отличился, отличался в этом деле журнал авторевью. Я ни в коей мере не говорю, что одни плохие. Ну, одни вставало 7, но только авторевью. Ну, в том числе лидером было авторевью. Я прекрасно помню название статей, там, ведро с болтами, там, коляска смерти и так далее. Обратите внимание, что происходит сейчас. Ситуация очень забавная. Ничего подобного сейчас не пишут. Сейчас во всех обзорах пишут, что да, вот этот автомобиль уступает, там, Тигу, уступает, там, Рено Дастеру, но все очень корректно, в том числе от авторевью. Я так понимаю, что на сегодня социального заказа на то, чтобы гнобить китайцев, просто не существует. Соответственно, ответ на ваш вопрос. Если китайцы захотят прийти сюда и организовать производство, в чем, конечно, есть большие сомнения, но, допустим, если они захотят, то я думаю, что никаких серьезных палок им в колеса вставлять сейчас не будут. Это моя вот позиция как эксперта. Я думаю, что ситуация на сегодня такова. Многим не нравится, наверное, их присутствие здесь, их развитие, но я думаю, что никаких серьезных антикитайских действий не будет. А серьезные антикитайские действия, вы помните, когда ввели запретительную пошлину на кузов, пятитысячную, что убило SKD, сборку. Это же было явно направлено против китайцев, однозначно. Я думаю, что сейчас этого не будет, тем более на фоне недавних торговых войн с нашими ближайшими соседями. То есть я не исключаю, что движение в сторону Китая, оно будет достаточно активным. Хороший ответ, тем более, ну я позволю себе маленькую ремарку, ведро с болтами, как и одематическое выражение, родилось в отношении, так сказать, такой любви народной к автомобилю нашему, исконно отечественному. Я условно сказал, я условно. Ну приятно, что сначала мы свою продукцию, а потом приближение, о, да они чуть не хуже, да? В этом плане. Павел, а да ладно, скажите нам, а с кем конкурируют китайцы на сегодня здесь у нас в России? Вот, но не просто так, да, как вот мы сейчас такую ретроспективу, такую поляночку обозначим и все. Есть ли такие пары? Ну, условно говоря, там, отечественный автомобиль такой-то маркомодель, тире, китайский автомобиль, маркомодель, там, по цене ли, как бы в классах ли, что-то такое, чтобы мы пример представляли, они, в общем-то, на что посягают? Знаете, начну с такой ремарки. Как сказал один мудрый человек, зачем нам китайский автопром, если у нас есть свой китайский автопром или ци автоваза? Конечно, это немножко смело звучит, но определенная доля истины в этом есть. Что роднит наш автопром китайский, это некая непредсказуемость. В том числе непредсказуемость с точки зрения надежности. Я надеюсь, что в Тольятти сейчас приглушили громко своих телевизоров, а вы продолжаете? Есть много людей, которые покупают, будь то китайский автопром, да, продукцию, или будь то автоваз, ездят, радуются, говорят, ну, там прошли сто или более тысяч, и не испытывали никаких проблем с этой машиной. В то же время есть широкая категория, и там, и там пользователей, которые столкнулись с серьезными проблемами сразу же по покупке, и которых проблемы эти не оставляли. В этом плане действительно китайский автопром конкурирует либо с нашими новыми моделями, либо с очень старыми. Вы должны себя прекрасно представлять. Вот как в боксе. В красном углу спортсмен в черных трусах, в белом углу спортсмен в синих трусах. Вот где эти спортсмены? В нашем углу кто стоит? Ну, из вазовских моделей. Итак, исключая кроссоверы, вот эти переднеприводные, которым напрямую наши производители ничего не противопоставляют, то есть у нас нет таких, да, классов переднеприводных кроссоверов легких. Ну да, а с торпой самый большой. Ну, это не совсем все-таки наша, это уже иномарка. Пусть она и собирается у нас. Ну, там же написано, сделано это в России, это же должно греть как-то сердце. Не где-то там, там в ЮАР, прости господи. А у нас здесь, в Москве. Вот. Также у китайцев есть более-менее большие седаны, против чего, опять же, наш автопром по большому счету ничего не противопоставляет. В классе компактных моделей, более компактных, в принципе, китайцам что-то может противопоставить АвтоВАЗ со своей продукцией. Ну, Грант, в принципе, если сравнить с китайцами, то это не самый худший выбор, на мой взгляд. Если говорить о Грейтуоле, ну, в некоторой степени, наверное, что-то противопоставляет УАЗ в виде Патриота. И здесь уже трудно сказать. Кто впереди. То есть, конечно... Потому что у китайцев есть автомат, а у наших нет до сих пор. Не только в этом дело. А дело, ну, и в надежность, и в доступность запчастей, и всего. То есть, в сервисе в целом. Машина же, она не только ездит, да? Ее как-то надо обслуживать, и при необходимости чинить машины все ломаются. Про сервис я лично приходил, и в итоге мне сказали, знаешь, что ты вот сними то, что у тебя сломалось, принеси, покажи, мы точно такое найдем у себя, и тогда ты вот получишь то, что хочешь. Аначе это бессмысленная игра. Так на словах мы вот такую... Прецедентное право. Да, прецедентное право. Совершенно верно. А мы, знаете, что сделали? Мы взяли и вышли сегодня на улицу нашего замечательного города с совершенно простым ответом к людям. Я, так сказать, предысторию, да? Вот ведь я же вам тут сказал, да, что с 25 по 28 место 14 тысяч 14 с хвостиком, 12, значит, 11, 11, то есть, на круг ты уже за 60 тысяч убежал, да? Значит, эти машины покупают? Безусловно. Тогда знают ли наши люди какие-либо из китайских брендов автомобильных марк? Вот этот вопрос мы сегодня задавали прохожим на улице. Вот что получилось. Давайте посмотрим. Джили, знаю китайский, Лифан, ну и многое остальное, которые даже, честно, не помню название. Ой, с этим я затрудняюсь ответить. Сан Янг, наверное, или это корейское. Черт его знает. Я их не выговорю. Я значки знаю, а выговорить не выговорю. Хёндай. Сан Янг, по-моему, или это корейское. Ну, то есть, немного. Шахман, если брать по этим, по грузовикам, что значит, Тагазовское, это Вортекс, Баф, Гри, ну, Джили, что-то ещё, ну, Лифан. Ну, вот, по-моему, всё пока. Могает Вол, например. Фактически все представлены на нашем рынке Би-Айди, Лифан, Черри, Джили, ну, это на скидку, собственно говоря. Забавно, да? Забавно. С другой стороны, на весах огромное количество людей, кто купил, прогрессовал своими деньгами. Кстати, я вам напоминаю, ведь у нас же идёт народный хит-парад, самый лучший китайский автомобиль, ну, для вас лично. Ну, пока почему-то антипатия, потому что, вот, из Самарской области добрый вечер, был обладателем Черриему лет седьмого года, ломалось всё, что только можно, на 32 тысячи, не выдержал, продал, пересел на Короллу, ну, а дальше понятно, идёт, так сказать, превосходная степень и дань уважения конструкторам Короллы и так далее. Поэтому вы пишите, а вдруг у кого-то так же, вот, как у нашего телезрителя, 70 тысяч проехало, а может быть и больше, ничего не сломалось, всё было здорово и замечательно. Вы до сих пор эксплуатируете китайский автомобиль. Максим, если позволите, одна ремарка по поводу опроса. Надо чётко понимать, что это Москва. Если бы вы проводили опрос, например, в Татарстане, в Башкортостане или в Краснодарском крае, в Южном федеральном округе, я думаю, ответы были бы другие. Да, конечно, конечно. Когда, вот, была совершенно такая презентативная поездка на Лифан XC-60, помню, если я ничего не понял. XC-60. XC-60, да, XC-60, я извините. Извините, был неправ. Да, X-60. Дело было в Краснодарском крае и, в общем, надо было видеть азарт, местных людей, которые очень так живо интересовались новинкой. Их ничего не смущало, что, в общем, то-то, как бы, надо бы поглядеть внимательно и вот это здесь бы, и полнопривода-то нет, но внушал вид такой вот. По виду они вот, вот они умеют пустить пыль в глаза. Да или нет? Ну, если бы им предложили назвать известные им китайские бренды, то не факт, что ситуация была бы лучше. И всё просто объяснимо. У китайцев очень маленький бюджетный маркетинг. Из-за этого, ну, просто элементарного узнаваемости бренда у китайцев фактически пока нет. Ну, мы это видели, собственно, сейчас. Да, по поводу бренда, я сейчас от себя добавлю, знаете, есть такая марка больших грузовиков, четырёхосных, Хова. вот каждый второй, судя по моим наблюдениям, владелец, он, этого грузовика, Хова, переворачивает W, и получается ОМОН. И вот так вот едет. Да, уже не делал. Это отношение к машине, которую он купил, эксплуатирует. Он на ней работает, не то, что там сдачи там домой и обратно, он на ней зарабатывает деньги. То же самое ноут, енот, это... Ноут, енот, здесь всё-таки, понимаете, здесь вот такая вот плюшечка такая хорошая, тут раз одну букву, и уже как бы вот оно само просится. А согласитесь, ноут, енот, да, и на другой чаше весов Хова ОМОН, очень брутально в этом случае. Давайте сделаем так, запустим СМС-голосование. Звучит это голосование сегодня, ну просто муа. А вы купите китайский автомобиль? Да. Никогда? Купил и не жалею. Вот я за вас работаю, между прочим. Сколько я вас призываю, уважаемые телезрители, звоните писать насчёт того, так сказать, довольны вы китайским автомобилем или нет, в случае, если вы такой купили. А вы пока как-то скромничаете. А вот есть звонок. Да, моя, так сказать, мои слова выстрелили. Да, малослушных, здрасте. Алло. Вы с нами? Похоже, что нет. Алло. Здравствуйте. О, да, вы с нами. Здрасте. Какой у вас китайский автомобиль? Я вам магнитогорска вам. Прошу. Магнитогорска. У меня автомобиль Ховер H3. Так. Пробег. И он меня ни разу не подвёл, наездил 45 тысяч, три года прошло, я очень им доволен. Спасибо огромное. Следующий Ховер купите? Да, я думаю, на Ховере H5. Там в Магнитогорске у вас, кстати говоря, как с запчастями на китайцев. Нормально? Есть проблем. Никаких проблем с запчастями у нас нет. Спасибо. Ну вот, значит, был этот клон Toyota Yaris, потом был неудавшийся Cherry Aмулет, сейчас снова плюс в сторону Great Wall H3. Это вот, кстати, на мельницу Павла, то, что он Great Wall любит, наверное. Ну, по крайней мере, он сказал, что из всей вот этого квартета, кто с 25 по 28 место, значит, я знаю, у вас тоже ведь есть своя такая любимая машина-то. Ну, скажите, это же забавно, она стоит ровно только, сколько там у них и у нас. учитывая перевозка. Нет, Максим, я бы как раз не стал бы утверждать и говорить о какой-то любимом автомобиле китайском, я считаю, для меня это было бы некорректно. Вот, я о другом хочу сказать. Мы уходим от очень важного показателя цена-качество. Когда мы говорим об Амулете, надо вспомнить, что этот автомобиль, появившийся в 2007 году, стоил 9 тысяч долларов. Раскупали их очень хорошо. Уйма серых дилеров покупали эти автомобили. А покупка серыми дилерами говорит о том, что есть спрос. Смотрите, что происходит теперь. Сейчас минимальная цена на автомобиль такого класса, наверное, 12 тысяч долларов, не меньше. То есть, резко сдвинулась вверх эта планка. Те люди, которые готовы были платить 9 тысяч долларов за Амулет, а автомобиль реальным был плох, тем не менее, они шли на это, понимая, что они покупают автомобиль за 9 тысяч. Там же был электропакет, там было магнитологи, гидросильтруля и конденсионер. Я сам так ездил на репетционную. Совершенно верно. Максим, но надо понимать, что сегодняшний уровень китайских автомобилей, нижней ценовой категории, а это 12 тысяч долларов, это уже принципиально иной автомобиль. Он реально стал лучше и надежнее. Тогда ответьте, для Елены из Апрелевки подмосковной, у нас тут жуткие дороги, а ховер с автоматической коробкой стоит брать или нет? Очень прошу вас ответить, у нас следующий звоночек. Ну, скажите, да или нет. Успокойте, почему бы и нет? Смотря с какими целями. У нас плохие дороги, сказали. Для плохих дорог. Просто для плохих дорог не обязательно брать равный недорожник. То есть, в ховер все-таки надо понимать, что... А, Павел выкрутился. Нет. Чего хочет женщина, того бы... Павел не сказал нет. Зато он не сказал нет. Поэтому, в общем-то... Почему нет? Следующий звонок. Здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Да, прошу. Меня зовут Юсуп. Я с города Нальчика, с Каверной Лугарской республики. И у меня Лифан Бриз 2008 года. Пробег? 110 тысяч километров. Просто мне сегодня сказали, у меня первая скорость Моросит. И мне сказали, что коробка в целом стоит 60 тысяч рублей. Это правда? Спасибо за вопрос. Сходу не отвечу, да или нет. Я тоже не готов ответить. Вполне возможно. Тогда ответьте так, при 110 тысячах пробега так проблемы с коробкой глобальные. Ну, проблемы с коробкой были свойственными для всех китайских автомобилей этого периода, в том числе и для Лифана выпуска 2002 года. Я прекрасно помню этот период и помню, что вопросы по коробкам возникали. Поэтому ничего удивительного. А нет ощущения у вас такое, знаете, что люди покупают китайские автомобили не потому, что им там хочется китайскую машину купить. Знаете, это как вот, я это говорю всегда так, для тех, кто не успел в свое время купить Toyota RAV4 второго поколения, вот есть черед тигр. Дело в том, что я всегда не поздно успеть купить на вторичном рынке примерно за те же деньги. А, вот он правильно взял и выбил из-под ног мой следующий вопрос. А что у нас во вторичном рынке из китайских автомобилей? Проблема китайцев очень большая, это очень низкая ликвидность. То есть, если ты купил автомобиль и проездил какой-то на нем, ну, сравнительно, я так понимаю, люди стараются гарантийный срок откатать и все. Нет? По-разному. Кто-то ездит дольше, кто-то достаточно быстро убеждается в том, что это не его автомобиль и пытается продать. Но в любом случае предстоит столкнуться с достаточно серьезной потерей стоимости? Я бы добавил пару слов. Во-первых, российскому потребителю не свойственно думать о том, что будет через 3-4 года. Это первый момент. Иначе бы это не покупали. Второй момент. Для многих людей нежелательно приобретение подержанного автомобиля по психологическим причинам. Вот. И третий момент. Не надо забывать, что мы живем в обществе потребления. А общество потребления требует от нас менять любые товары как можно быстрее. Если помните, был такой фантастический рассказ, когда одежда к концу дня исчезала. Вот. Ну, это, конечно, утрирование, но, тем не менее, я считаю, что мы идем к этому. Поэтому, если автомобиль отработал свое 3-4 года, ну, почему бы и нет? Я думаю, мы еще от этого вдалеке. Безусловно. Мы можем в этом случае считать, что через 3 года он практически свой ресурс-то и отработал. Если вот у человека проблемы при 110 тысячах. Может быть. Да? изначальный ресурс, конечно, невысок к кинозе автомобилей. С этим надо согласиться. Ну, если вы обратили внимание на кадры, которые мы вначале показали в общем сюжете, собственно, ну, роботы Куку стоят на конвейере Мерседеса, Вольсвагена, Форда и тех же китайцев. Я не беру лицензионную сборку, я беру вот родные их национальные марки, которые, так сказать, вот они нам поставляют. Потому что, ну, что толку нам поставлять китайский Вольсваген. У нас вот свой делают, какая разница? Что там он, что здесь он. Да? Ну, если мы не берем совсем старые модели, которые там делают, типа там Сантана, да? По другим именам. А у нас уже просто как бы, ну, неловко и стыдно. И при всем при том, то есть, начинка классная. И вот они-то сами такие шустрые. И я так понимаю, что патентного права там нет, да? То есть, вот подойти, сфотографировать, измерить линейку, и штанги циркулем померить, а потом быстро добежать до себя, электронную почту отдать, а там уже команда обычных людей, все это хоп-хоп-хоп, и послезавтра готово. Ну, немножко упрощаете. Ну, хорошо, но тем не менее, это так, да? То есть, они ведь копируют не самые плохие вещи. Почему же копия всегда хуже оригинала? Ну, не все. Просто машина, это не конструктор Лего. То есть, взял, и этот путь скопировал, это собрал, и все получилось. Машина требует, в том числе, и тонкой настройки, и для этого нужны очень квалифицированные специалисты с большим опытом работы. Вот интересно, а с Китая транслируют или нет? Сейчас Павел практически основополагающий речь для всего китайского автопромыска. Ну, я бы добавил, что иногда копируют очень неплохо, и, например, двигатель Лифана, того же Бриза, очень удачный получился. Но Павел абсолютно прав, когда двигатель ставится на автомобиль и подбирается коробка и там передаточные числа, то вот тут уже начинаются проблемки. Когда брать с подъезда, руль, тормоза, то все это образует гримучую смесь непредсказуемую. Следующий звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Какая жалость. Мы еще здесь, перенаберите нас. Давайте тогда так. Я все-таки пытаюсь вас вывести в какой-то самый-самый китайский автомобиль. Но вы были сто раз в Китае. Ну, я утрирован, но не сто, 99. Ну, это будет чисто... Двенадцать. Вы тоже были в Китае. Ну, так вы расскажите наш телезритель. Я не был в Китае, поэтому с меня взятки-гладки. Я там, слава богу, пока не был. Значит, вы были, вы смотрели вот это все. Одно дело, когда то, что доходит до нас, даже пусть и усилимой официальной телевы, и другое дело, когда они выставляют вот что-то для себя, что-то на перспективу. Потому что вот, если вы вспомните это видео из первого сюжета нашего, там ведь, ну, уже, я так понимаю, что история, когда они копировали просто BMW X5 или там Porsche Cayenne первого поколения, уже закончилась. Ну, даже там они поняли, что это бессмысленный путь. Это деградация. Надо вот кузов заказать у Ital-дизайна, как все приличные автомобилисты делают, да? Значит, двигателем доведет Lotus, да? Значит, тормоза они сделают вместе с Brimboy, и Lucas, и в общем-то, как бы вот... Есть такая машина или нет? Я думаю, что, как и в любой стране, где есть развитый автопром, в Китае есть очень удачные модели, местные, не копированные, ну, не важно, даже скопированные, но с местными лейблами, так и неудачные. Если говорить о поездках в Китай, я обратил внимание, что они ездят на грузовиках китайских, на автобусах китайских, то, что у нас ругали. А на мидии? Ну, не важно. Я хочу сказать, что значит, эти автомобили вполне выполняют свой функционал. Другое дело, что есть автомобили, есть некоторые модели в Китае, ну, например, там микроавтобус размером 4 метра, 8 местный. Вы представляете, да? Ну, почему нет? То есть для китайцев это нормально. Они сидят вот так вот, 8 человек, а наших туда влезет четверо. То есть несколько иные требования, в том числе даже антропологические, несколько иные требования. Вот. Но я не сомневаюсь, что в Китае уже сейчас есть автомобили вполне достойные, которые готовы эксплуатироваться в холод, в бездорожье, готовы пробегать там 100-150 тысяч километров, и при этом стоят пока чуть дешевле. Но вот это пока чуть дешевле скоро кончится. Прежде чем Павел ответит, давайте примем звоночек, потом Павел скажет саму-самую свою заветную марку китайскую. Алло, кроме Гритволка. Мы вас слушаем, здравствуйте. Алло. Да-да, прошу. Алло, здравствуйте. Я по поводу китайских автомобилей. Да-да-да. У меня Черри Тигра в 2007 году. И будьте добры, еще раз, Черри какая марка, модель? Какие? Ой, мне тоже не разорвало. Просить нас, ради Бога, мы не поняли. Мы поняли, что только Черри, а что там дальше все время звук выпадает? Черри Тигра купил в 2007 году. Алло, да. Да-да, вот и все, да, давайте дальше. Ага. Алло. Да-да, Черри Тигра вы купили. Черри Тигра в 2007 году купил. Пролазил на нем и по горам на Гушетте, и по Москве, и где только не ездил. Около больше 200 тысяч пробега, серьезных поломок нет. На родной резине прошел 130 тысяч километров. Машиной доволен по полной программе. У вас была полнопривная версия? Нет, передний привод чум была. Она есть. Она есть? Я даже езжу. Я доволен. Меня устраивает полностью. А если не секрет, Марка Резина, вы сказали, сколько там, 130 тысяч на ней проехали? Нет, на ней я проехал 185 тысяч. Марка Покрышек. Что? Марк Покрышек? Да, да. Я, честно говоря, не знаю, какие стояли родные. Ну, что-нибудь, что-нибудь китайские. Ну, конечно, что-то такое, по-моему. Да, спасибо. Ну, пока, так сказать, вы, безусловно, лидеры нашего хит-парада, Черри Тига, с пробегом там под 200, это, конечно. А может, вам просто повезло, вот и все? Повезло ему? Может быть. Павел, повезло? Я говорил в самом начале о том, что здесь есть некая лотерея. Может, тотально повезти, или тотально не повезти. У кого-то начинает сыпться сразу, у кого-то ездит 200 тысяч, а нет поломок. Согласен. Ладно, помните, я с вас, честное слово-то взял, что кроме Great Wall. Я, честное слово, не давал. Я скажу так, что марки китайские несомненно прогрессируют. То есть, за 5 лет... Дайте мне пример. Вот люди сидят у телевизоров, а мы топчем только на одном Great Wall, при всем уважении к Ховеру, но это, в общем-то, я понимаю, что это вот взяли, это Исузу, как он назывался, забыл, не помню, но неважно. И вот вокруг него танцуют. Давайте здесь сделаем, давайте тут, давайте тут, прогрессируем в том числе с точки зрения безопасности. Но те модели, на которых я ездил, все действительно, поскольку там есть какой-то узел удачный, какой-то неудачный. И сказать, что вот идеальное сочетание какого-то автомобиля я встретил, к сожалению, я не могу. У всех были какие-то достаточно видимые, ощутимые недостатки. То есть, если человек покупает китайский автомобиль, он должен четко понимать, он покупает именитый бренд, он за это платит. А когда он покупает китайский автомобиль, то он просто должен для себя трезво, сделать для себя трезвую. Я за это не плачу. Это не снятие риск. Вот человек на распуте, с одной стороны, китайский автопром, как правильно сказал Евгений, он у нас такой вот китайцы. Это как джип. Любой полноприводник у нас джип. Да? Собственно, рецепт. И с другой стороны, отечественный автопром. Ну, много. Да? Как бы вариантов и по цене, и, так сказать, теперь уже слово упаслощение. Отечественный вас вы имеете в виду? Вас. Ну, хотя бы, да, его. Значит, на распуте люди, что им предпочесть? Своё родное, которое теперь уже во многом и не родное, потому что это уже перепевки того же вино, там, и так дальше. Или же вот китайцев и сыграть в какую-то лотерею. Ну, вы эксперты, братцы. Вы должны знать. Для себя я так скажу. Я, в принципе, рисковый человек, но к риску покупки китайского автомобиля я пока не готов. Ну, наверное, этот выбор должен сделать каждый. Павел сказал, как в своё время Жваницкий. Выбирай, но осторожно. Осторожно выбирай. Так, вы, Евгений, что скажете? Ну, я тоже, пожалуй, не готов купить китайский автомобиль, хотя никаких разумных обоснований для этого я не готов привести. Развитие мысли Павла я могу сказать следующее, что по собственному опыту могу сказать так. Действительно, есть автомобили очень удачные, но в каждом китайском автомобиле, в каждой модели существует, как я их называю, китайскости, которые вызваны либо попыткой сэкономить, что, в общем-то, вполне разумно, но иногда приводит к тому, что появляются вот эти пластиковые ручки, которые отламываются, да? Либо неудобно расположены кнопки какие-то, управления, понимаете? То есть китайцы в первую очередь думают о том, что снаружи, а о том, кто сидит внутри, то есть об эргономике, они думают не в первую очередь. И зачастую вот эти китайскости, они, конечно, сильно мешают. Но кто-то с ними мирится. Окей. Я вот так вам сказал, все-таки эксплуатация машины очень важный сервис. И если у того же отечественного автопрома как-то более или менее прогнозируемо прозрачен, то у китайцев есть шанс, если даже сегодня сервис нормальный, то завтра этот бренд может уйти и что с ним делать совершенно непонятно. Иными словами, я хотел сказать вот, что выбирайте, если уж выбираете китайцы, выбирайте тот бренд, у кого наиболее разделенная сеть по стране. Потому что мало ли куда вы поедете в отпуск, а там что-то, не дай бог, да? И где вы будете за счет запчасти? У нас было смс-голосование, мы уже все, на финишную прямую вышли. А вы купите китайский автомобиль? Да? Никогда? У нас же накануне, накануне, это же вопрос, мы задали на официальной странице нашей программы ВКонтакте, вот какие были ответы. Да, а вы купите китайский автомобиль? Да. Сказал 69 человек, 23,5%, 23,1%, никогда 208 человек, 69,6%, и купил, не жалеет, всего 22 человек, это 74%. Вот, значит, теперь те, кто нас смотрит, основываясь на ваших же экспертных советах, и я тут немножечко вам разбавлял, значит, да, сказал 18%, вот в данную минуту, никогда 30%, 52 купил, не жалею, вот 30% никогда, и 69,6% никогда, интернет-аудитория и аудитория, которая сидит сейчас у своих экранов телевизора. 30% никогда, по моим оценкам, многовато, я всегда считал, что такой процент порядка 20%, который никогда не купят, но это мой опыт в бизнесе, в автобизнесе об этом говорит, поэтому я думаю, что 30% все-таки завышенное, но 20% это вполне разумная цифра, которую никогда не купят, безусловно. Я думаю, что ситуация может измениться, потому что китайцы прогрессируют, если они смогут выстроить понятную, прозрачную, долгосрочную политику в нашем рынке, тогда эта цифра может быть и меньше. Если, как сейчас будет чехарда, сегодня продаем, завтра не продаем, послезавтра еще что-то, то у китайцев будет много недоброжелателей. Вот заметьте, в течение 40 минут мы попытались найти самое-самое, что в китайском автопроме есть хорошего. И вы, и эксперты нашли несколько марок и моделей, за которые не стыдно, и которые можно назвать автомобилем. Ура! Я думал, что такие не найдутся. У меня в гостях сегодня были Евгений Межов, эксперт по китайскому автопрому, и Павел Носов, обзыватель журнала Автобизнес Ревью. Меня по-прежнему зовут Максим Приходьев, мы сегодня говорили о китайских автомобилях. Надеюсь, вы кое-что намотали себе на ус. Ну, а почему? Они, по крайней мере, внешне-то такие же, как и все. Всего доброго, удачи, будьте здоровы. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин